В преддверии Международного Женского Дня в Императорском Зале Казанского Федерального Университета объявили победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». Самый нежный, свет и прекрасный день в году – это, конечно, Казахстан. Этот чудесный праздник отмечается в самом начале весны, когда все вокруг оживает, когда приходит первая цепь, но это обстоятельство. Казахстан проходит не только на уровне университета, но это и есть и республиканский конкурс, и есть городской конкурс, где чествуют женщин и мужчин, которые вносят определенный вклад в развитие каждой своей сферы или чем-то примечательным с точки зрения тех номинаций, которые предполагает этот конкурс. Церемонию награждения открыло вступительное слово временно исполняющего обязанности ректора Казанского Федерального Университета Дмитрия Таюрского. Сегодня как никогда чувствуется то, что все мы, начиная с детства, окружены материнской любовью, любовью женщин, которые нас окружают в семье, любовью и заботой женщин, с которыми мы вместе работаем. И, безусловно, начало весны – это и есть начало возрождения, начало жизни, нового витка. И хочется, чтобы каждый виток этой жизни дарял нам только прекрасный. Победителем в номинации «Женщина-лидер года» стала декан юридического факультета Казанского Федерального Университета и депутат Казанской Городской Думы Лилия Бакулина. Что собой растворяет женщина? Женщина – это любовь, любовь к окружающему, любовь к своей семье, любовь к своей профессии. Поэтому я желаю нашим дорогим женщинам любви во всех ее проявлениях. Церемонию награждения сопровождал ансамбль «Гармоника». Прочие награды вручили отличившимся женщинам университета. Медаль за безупречный труд и отличие третьей степени получила ведущий документовед Управления документа оборота и контроля Лейля Сайфулина. Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Татарстан вручили Зухря Губайдулиной, Исламия Тазиддиновой, Лилиину Рулиной и Ане Халиковой. Победителем в номинации «Женщина-пример года» стала первый заместитель главного врача медико-санитарной части Казанского федерального университета и организатор ковидного госпиталя Эмма Мухамедшина. Награду вручил главный советник ректора КФУ Рияс Минзарипов. Я хотел бы, чтобы наши женщины помнили, что вас любят, но реально. И всегда спасибо вам! Врач-санитарный ревматолог, профессионал достойчивого класса, человек удивительной доброты и самоотверженности Эмма Ибрагимовна, так что умеет вселить пациентов и врачей веру в то, что все будет хорошо. В номинации «Женщина-ученый» оказалось сразу два победителя. Профессор Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене Ирина Ерофеева и ведущий научный сотрудник Центра регуляторная геномика Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Елена Шагимарданова. Награду вручил проектор по направлению нефтегазовых технологий, природопользованию и наук о земле Данис Нургалеев. Награду вручил проектор по направлению нефтегазовых технологий, природопользованию и биологии. Следующую награду вручил проектор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В номинации «Женщина года» профессионал в своем деле победила Гульнара Галиулина, сотрудник Казанского федерального университета, заместитель руководителя Центра развития компетенций универсум ИИМО. Эти дни всегда связаны с очень позитивным, положительным настроением. Действительно, и природа оживает, но оживает и отношения, оживает взаимодействие. После зимы мы становимся более позитивными. Хочется смотреть в будущее, смотреть более позитивно на мир вокруг себя. Я действительно хочу пожелать вам успехов, пожелать вам здоровья, счастья в это непростое время. Победителем в номинации «Женщина героиня третьего возраста» была признана старший лаборант кафедры «Социальная философия» Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Надежда Евстигнеева. Надежда Михайловна, дослуженная работа высшей школы Российской Федерации, а непрерывный стаж в ее работе в Казанском университете составляет 51 год. Я хочу всем пожелать чистого неба с головой, мирных дней и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне. Мы за это со всей страстью и силой будем бороться. А сегодня я хотел бы пожелать нашим женщинам прежде всего упорства, здоровья, счастья, семейного счастья и пусть вас это будет всегда. Доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, ведущий редактор журналов «Филология и культура» Татарика Милиуша Хабудзинова стала обладателем звания «Женщина культуры и духовность». Во многом благодаря ее усилиям изучается творчество, издаются книги, осуществляются переводы на разные языки произведений Адита Кташа, Аяда Ивязова, Нахи Самбета. Ее кипучей энергии хватает на организацию конференций, фотовыставок, конкурсов, презентаций, съемок фильмов о легендах татарской литературы. На протяжении многих лет Валяшан Хабудзинова публикует рецензии на татарском и русском языках о пемьерах в татарском театре имени Геля Саракамала и татарском тюзе имени Гудзулы Харива. Я от души поздравляю всех с этим праздником. Я искренне желаю, чтобы в ваших домах всегда был теплой и живой, чтобы вы не знали никаких проблем, серьезней, чем цвет тарелок, чтобы все были живы и здоровы. Наградами также были отмечены мужчины года, победившие по результатам женского голосования. В номинациях «Мужчина. Лидер года» и «Мужчина. Благородное сердце» были отмечены заведующие криминологической лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалистики, капитан сборной команды сотрудников юрфака и ветеранов КФУ по волейболу Ильдус Сафин и заведующий Центром по изучению биоразнообразия, доцент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ния Салахов. От всей нашей женской половины университетского сообщества выразить слова большущей признательности, слова большой благодарности за вам, мужчины, которые нас и поддерживают, и оберегают. И делят с нами очень многие и проблемные ситуации, потому что не всегда чувство ваше здоровье. Это очень ценно. И, наверное, нам всем вместе надо держаться за наш большой корабль, который должен прийти вперед. А это имя казанского федерального университета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ариатна Кукушева, Елизавета Никитина, Алина Красильникова, Никита Акиньшев, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...